всем привет на связи накрутка от пирата в данном видео мы поговорим о бесплатном трафике многие спрашивали интересуются и хотят узнать о разновидности бесплатного трафика их очень много и в одном видео обо всех не расскажешь до детально то есть не покажешь как это все будет работать но будем постепенно все разбирать сегодня будет тема это email рассылки что это такое ваше коммерческое предложение отправляется по электронной почте вашим потенциальным клиентам есть программы бесплатные которые позволяют осуществлять данный метод что нам нужно для этого первое это сама программа второе аккаунты с которых мы будем делать рассылку и третье это база первое программу можно скачать в интернете абсолютно бесплатно называется на xspammer то есть она не требует каких-то дополнительных вложений просто скачали и открыли то есть даже установки она не требует второй момент это аккаунт аккаунты можно использовать абсолютно любые но мой опыт показал что gmail аккаунты самый подходящий для данной темы да то есть если мы говорим о бесплатном трафике вот список аккаунтов до которых я заранее загрузил они позволяют отправлять 500 сообщений с одного аккаунта сутки данные аккаунты живут достаточно долго они не банятся и принципе неприхотливы данной работе что касается самой базы да то есть где их брать если интересоваться данной темой в интернете то очень много будет информации по парсером из всевозможные парсеры которые позволяют добывать почты со всяких ресурсов и так далее но мы поработаем то есть я вам расскажу сегодня о парсере который занимается парсером в соцсетях точнее в одной соцсети это инстаграм из инстаграма мы уже будем добывать эти почты сам парсер называется инстапарсер .ру платная версия то есть если бесплатной версии можете посмотреть что здесь можно делать ну во первых тут можно работать с аккаунтами с активной аудитории до который комментирует и ставит лайки хэштегом то есть определенный там допустим фотограф да или ремонт машин и так далее с локации то есть это гео . то есть какой-то центр до торгового городе либо кафе какой-то определенный вот эти моменты нам не интересны потому что это больше касается самой работы в инстаграме мониторинг то есть мы выбираем любой из верхних скажем так позиции выбираем то что нам нужно и самое главное при парсинге мы ставим дополнительный это сбор мы парсер за свое время зарекомендовал себе с хорошей стороны парсик быстро нареканий нет базу выгружается в простом формате блокноте тексте которые так переходим в саму программу что здесь мы делаем первоначально то есть мы можем написать текст какой-то можем загрузить картинку подвязать сюда ссылку то есть разнообразие работы очень скажем так большое да то что вы хотите отбрать но я отправляю такое письмо красивое когда человек получает в принципе читает то что ему нужно и если ему нужно позвонить либо напишет по почте информацию какую-то либо уточнить в тексте письма мы пишем просто данную тематику если брать то пишем сотрудничество отправителя в этой программе можно делать генератор имен мы будем использовать его то хватит принципе используем мужской почему сейчас я объясню дальше нажимаю генерацию вот они будут вышли нам имена и фамилии сохраняем список и добавляем видим что у нас отправители добавлены то есть при каждом при каждой отправке будет отправить отправить и меняться пусть не один и тот же будет идти а то есть там геннадий да второе письмо там александр и так далее обязательно то есть в принципе письмо у нас готова мы проверяем его на спам здесь кнопочка имя отправителя успешно тема успешный текст письма успешно то есть нареканий нет если тут появляются какие-то моменты их нужно устранять то есть не надо начинать рассылку с со спама что касается аккаунтов как мы добавляем первоочередно первая добавка я все-таки рекомендую вручную делать если список небольшой мы прописываем логин мы прописываем сам почтовый индекс да как правильно называется то есть с какой почты на работу gmail рамблеры майлы и так далее прописываем пароль смтп сервера и так далее они прописываются автоматически то есть если например у наобум пропечатаем выберем там то есть видите да автоматом прописывается тут уже генерировать никаких данных не нужно что касается права при первом добавлении аккаунта я все-таки рекомендую ставить 10 сообщений в час для чего это нужно это можно для того чтобы прогреть аккаунт то есть если мы сразу начнем работать с нового аккаунта который ни разу не рассылал то мы вызовем подозрение у системы и аккаунт попросту приостановит работе далее после того как мы закинули весь список в таком виде буду вас их нужно проверить как это делается мы нажимаем проверить состояние и ждем когда программа соединиться с этими аккаунтами вот видим что один аккаунт у нас не рабочий но мы его не проверяли то есть он у нас ждет авторизацию после того как мы добавили весь список мы в конце работы сохраняем его чтобы потом просто добавлять списком не вручную закидывать закрываем этот момент переходим в аккаунты по которым мы будем делать рассылку что здесь мы делаем то есть загружаем и обычным списком после загрузки нужно их проверить тут есть прям проверить базу до вкладка нажимаем и проверяем на синтекс проверка домена и проверка логин что это дает это дает выделить именно живые аккаунты которые без ошибок которые прописаны которые помогут как-то сгенерировать вашу деятельность и получить ли теперь мы все настроили переходим непосредственно к рассылке что здесь мы видим здесь мы можем настроить потоки мы можем настроить по расписанию рассылку если вы работаете с удаленного рабочего стола и вам нужно в определенное время запускаться также мы можем настроить программу если ошибки пойдут нас аккаунт когда будет превышен лимит отправки то есть принципе они отправлять уже не смогут тогда пойдут ошибки аккаунты начнут отключаться от работы то есть мы можем поставить одну две три и так далее можем вообще убрать я не советую потому что могут заблокироваться восстановление займет очень много времени отправка будет с вашего и пи адреса поэтому перед отправкой можно проверить порт открытым не открытый то есть видимо порты открыты вы можете отправлять сообщение что касается антиспам да то есть у вас планируется рассылка допустим за два-три часа большой объем но что такое большой объем это порядка больше тысячи сообщений то нужно будет с антиспама поработать потому что письма не должны повторяться то есть идут подмены заголовок подмена ссылок да если вы ставите их приоритет письма выставлять также у нас изображение идет то есть мы можем надо будет добавить шум видоизменять картинку пусть она не будет сильно портится да то есть допустим если мы добавим шум один процент мы можем посмотреть как она будет выкликать то есть видите да один один процент это много добавлены точки убираем также поворот поворот градуса да если мы допустим возьмем тоже один процент можно 1 2 0,1 процента выставлять и так далее спеть смотрим пример видите да поворот идет и так вот она будет генерирует каждый раз расскажет когда будет идти рассылка она будет менять это письмо антиспам системы так дальше что мы меняем но эти с архивами работа то есть тоже подмена подмена ссылок настройка но это через скажем так называемые прокладки домины работаю стараются но это очень тогда отдельная тема то есть быстро они не расскажешь и что касается транспорта то есть мы можем работать с проксами но у меня айпи адрес динамически поэтому я работаю на своем рабочем компьютере поэтому мне они не нужны так все здесь мы прошлись закрываем и запускаем то есть видим да начинается численно времени сколько это займет видим что начались отправки сообщений также мы можем их посмотреть влоги но я уже тестовый режим запускал видимо то что кому отправлено письмо из какого аккаунта то есть это общий лог также мы можем разделить на ошибки на правильные тока или программные события запуск паузы в принципе все данную тему я думаю что раскрыл если дополнительные вопросы будут задавайте пишите комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока